Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешно. Закрою, не знаю, видно будет, нет. Номер 199. События дня. 2 Феосфор на Ефистам 3.10. Если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. 28 июня 2016 года. События такие, вот сегодня все утро, сейчас уже пол, почти 7 часов утра, а в 4.40 встаем. После молитвы не могу подключиться к сети, нету, нету доступа к сайту. Я отключаю и выключаю. Звоню Никите, даю сигнал раз, звоните-то. Я тебя, если беспокоят, означает тебе нуждаюсь. Отвечать не надо. Не включайся на прием, чтобы не высчитывали деньги. Сразу иди сюда. Сигнал за сигналом даю, нету. Пришлось ехать. Магомед идет горя. Ладно. Гляжу, они пошли молиться в степь там, где. Кричу. Он обернулся и пошел назад, сюда. Ну, я вышел, жду. Жду, жду, нету. Опять вышел туда, с территории лагеря видно. Это сейчас только все горячее. Он там вместе со всеми то ли снимает, то ли еще там молится. Опять кричу. Никита, утром хорошо слышен, далеко. Пришел. Такое дело. Пришел Никита. Все, давай смотреть. Говорю, может и денег не хватает. Если я беспокоюсь о деньгах, это значит что-то... По скайпу не разговариваю. Ничего я не перекачиваю. Только вчера посмотрел тут проповедь. Как я вышел из храма. И люди были троицын день. Я немного там сказал. И отзыв Сергея, парализованного во Христе ради Христа. Что вот он назвал проповедь для себя полезной. Как бы я решил сам посмотреть, что там есть-то. Ну и когда стал слушать и до конца не оторвался. Действительно, что-то коснулось. Сосой уже. Не пробуйте как бы беседу на улице. Вот. Думаю, может это из-за этого съело у меня все и ничего нету. Ну и боюсь. Но боюсь я не зря. Не на пустом месте это основано. Вот сейчас покажу. Это наш ресурс или как тут называется страничка. Я в шапке. Вот если видно. В моем мире Mail.ru. Я очень люблю эту систему. Хотя за... Имею регистрацию в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере. Где только не натолкали меня модераторы. Я нигде не бываю. Не бываю вообще. Нуль. И поэтому что-то на форум перебрасывают. Ну тут я отвечу. Говорю всем. Сами заходите на форум. То ли не получают. Ответы я писать не могу. А вот здесь утром я могу что-то ответить по вопросам. Вот наш форум. Вот на форуме сегодня пишет. Игнатий Тихонович. А кто это? Богдан Рыбак. Рыбак фамилия его или что я не знаю. Здравствуйте. Здравствуйте Богдан. Не буду отнимать у вас много времени. Поэтому перейду сразу к делу. Хочу предложить вам монетизацию вашего канала. Непонятно почему он предлагает. Имеет до начальства или как там администрации. Я не понимаю предлагать. Предлагать кому-то меня или не понимаю этого. То есть чтобы от вашего канала на ютубе вам был пассивный доход от рекламы. Что означает пассивный? Тоже не знаю. От рекламы чья это видимо. Для этого особых усилий не нужно. Приклады. Только один раз подать заявку. Почему она беспокоится. Куда подать заявку. Тоже непонятно. Богдан выйди. Если это нормальный человек и чужая фотография. Если вас интересует более подробная информация. Можем поговорить в скайпе. После 10 октября. Тут было одно время. Из администрации мне позвонили. Что там на нас какой-то счет идет. И я говорю копейки. Ко мне никогда не прислонялось. И ни один цент не придет. Если что-то придет. Пустите там на вот эти дела. Ну что там где-то в интернете. Требуется заплатить. Не знаю. Вообще не знаю. А почему? Меня осекли. Я этим делом занялся серьезно. Но купил книги. Они меня учат. Записывают. Конспектируют. Самому составлять. Вплоть до программирования. Они говорят. Вы все на себя взяли. Вас не будет. А мы что будем делать-то? Ну и я назад. Все. Мне как раз это и требовалось сказать. Теперь. Сами ведите. И знаете. Я отошел. И как будто никогда там не был. Занялся вот это. Сурдопереводчиком. И ко мне она заходит. Хорошо. Разговор. Пальцами там. Показать. Света. Беру у нее уроки. Переписал. Программы какие есть. Что. И глухонемыми стал работать. Тоже такое замечание. Вы и тут опять вторглись. Нам вообще ничего не оставляете. Делать нечего. Извините. Конспекции свои все. Книжки спрятал. Диски убрал. Все. Не касаюсь. Я жду. Чтобы меня вытолкнули. Тогда мне легко. Потому как я не бросил. А меня попросили уйти. Вот. В таком случае. Я очень считаю. Внимательно. Бдительно. Слежу за тем. Что мне говорят. Даже совершенный бред какой-то несут. И говорят. Ну зачем вы внимание тратите. Время свое драгоценное. Не могу по другому. Просто не могу. А может в этом суть какая-то зерно. Нападали. Которые говорят. Я себе копирую это все. Потом рассматриваю. Ну вижу. Дурит. Дурит там какой-то. Такой-такой. Не хочу называть. ДС. Они как правило. Фамилия. Имя там. Буква. ДС. Вот. Я все внимательно смотрю. С их каналом ознакомлюсь. Что они себя представляют. И понимаю тогда что они хотят. Чего они от меня добиваются. Вот. С уважением Богдан. Ну я никакого уважения еще не знаю к Богдану. И да и против ничего нету. Ну тут еще что-то есть. Выходите на администрацию. На нашу. Я отсюда не могу время тратить. Там монетизации. Какая монетизация для меня когда деньги снимают. Борис Белозеров. Здравствуйте. Хотел бы узнать. Двоеточие. Первое. Удается ли вам жить так как в житиях святых. Первое. Дальше. Как жили святые отцы. Еще себе. Как апостолы. Как Иисус. Удается ли. Ну как сказать. Вот. Мы выставляем ролики. Вы сами посмотрите. Что удается то. Мы среди комаров. Вот вчера. Вечером приходим. Когда. Уже оттуда то. Едва-едва до дома дотащишься. Даже. Не знаешь как. Как меня переносили вчера они через этот потоп. Не могли. Застряли. Пришлось меня опускать в воду. И я только заботился о телефоне. С утра до вечера работаем. С утра до вечера. Труд и молитва. Молитва и труд. Как Антоний Великий. А уж как Бог примет. Как я сам себе могу дать характеристику. Понятия не имею. Как Иисус. Ничего себе. Иисус. Как апостолы. Мы сидим на месте. Мы благовествуем. По воскресеньям. Когда выезжают соседние села. Не могу ответить на вопрос. Это не моей компетенции. Бог рассудит. Я знаю немощен. Слаб. И ничего. Того что хотелось бы сейчас в данный момент. Не можем сделать. Никак. Даже выйти в эфир. Практикуете ли вы Новый Завет. Так. Понятия не имею. Что значит практикуете. Это наша жизнь. Наша программа. Ну. Мандат наш. Так сказать. Мы верим во Христа. Всему написанному. Молимся. Вопросы-то такие. Как бы мирской человек задает. Верующий это не может задавать такой. Практикуете ли. Что это. Мантры считать какие-то. Мантры. Сосеивает. Где-то. Не знаю конкретно. Но именно так. Только на воде. Ну и воды то сколько надо еще. Воды. Мы тут паримся. Никакой воды. Дошли ли на двадцать первого или сорокого дня. Двадцать первого. Мы день даже не протянем. До обеда только. Кое-кое как. Здоровые крепкие ребята. Какие тяжести носим. Делаем что. Мы работаем в лесу. Но об этом вопросов никаких нету. С сороковой дойти. Такие задачи нам и не ставит. Наша Святая Православная Церковь. Ну задайте этот вопрос Патриарху. Алфееву задайте. В Синоде задайте. Ни один это не ответит. Ну задайте своим прихожанам. Ну которые связаны с какой-нибудь оккультной системой. Те еще могут сказать. А в православе вообще нет. То есть дошли ли. Если да. То как вам это удалось. А кто вы такой Борис Белозеров. И почему я вам должен отвечать. Ну это перекинули модераторы. Откуда я не знаю. Из контакта может быть. Видите. Само по себе. Все это непонятно. Непонятно. Мы соблюдаем строго. Ну пост православной церкви. Сегодня среда. Не положено. И в лагере в детском не будет растительного масла. Если это не положено. Но будет полноценная еда. Да. Вот я каждый день готовлю винегрет. Ну. Какие компоненты. Это. Листья двудомные крапивы. Дальше. Лук. Перо. Зеленое. Чеснок. Чеснок головки. Свежий. Который. Нарос. Вот. Одуванщика. Листья одуванщика. Еще что у меня здесь. Репей. Я все это режу. Толку. В холодильнике. И потом подают. Вот. Сейчас дежурит у нас. На. На. Кухне. Загуляева. Галина Александровна. И ее тут. Четверо ребятишек. Она сама. С ними вместе. Вот. Такое. В нашем. Вот. Как выглядит православный форум. Зачем скажут это. Ну. Пишите. Другое. Там. На все вопросы. Как ответить. Я считаю что это надо. Кто знает. Пускай ответят за меня. Отвечайте. Здесь. Ни на один вопрос. Тут я не могу ответить. Если я его отвечу. Значит. Возносишься. Не отвечаю. Презираешь. Каждому. Говорится. К хвосту. Можно прилепиться. Ну. Далее. У нас. Сейчас. Я покажу. Это. Я вставлял. Вот. Это. У нас. Видеоканал. Что-то. Он. Не. Не. Высвечивается. Опять. Наверное. Капризы. Вот. Канал. Наш. Видеоканал. Просмотров. На нем. Два миллиона девятьсот семь тысяч. И подписчиков. Три тысячи восемьсот тридцать шесть. Ну. Кто смотрит. Не знаю. Это просто цифры озвучиваем. Вот он. Как у нас выглядит. Вот. Сегодня я поставил. Пять. Пять. Пять роликов. Определение старости. Перед детьми я говорю. Старости. Богатство. Роста. Это. Вот стоит. Это. Пятнадцать минут. Дальше. Признаки дождя. Катание на мотоцикле. Четырнадцать минут. События дня. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Твой. Тридцать два. Вот уже час улетел. Час прослушать. Дальше. Ян Златоуст. Вот. Одиннадцать минут. И. Полиция по жалобе маме Батугина Тимоши. Час тридцать девять. Вот. Как они приехали. Как было. Мы все засняли. Ну. Она. Милиционер то. Молоденькая женщина. Она. На лейтенанта. Она снимала на свой. Везде. Можно. И все спрашивает. Ведут себя очень. Ну. Я не знаю какое слово подобрать. Тактично. Культурно. Вот. Они. Менты. Мусор. Абсолютно не допускают такое обращение с милицией. Она. Нужна. Я всегда говорю. Ваша должность. Милиция. А. Целый простор открывает вам. Доброделанию. По правде поступать. Кому то помочь. Как то где то. Я сам работал. Сейчас. Ну. Может быть сбоку. Но. В трудовой так написано. После окончания строительного техникума. Там было у нас четыре кажется. Ну. По разному. Как сказать. Даже факультета. Из четырех факультетов. И только. Четыре человека были на должность прораба. Не инженера. Прораб это высшее было. И я подходил под это. Подошел. Защита была. Как бы. Считается. Я неправильно пошел. Замещания какие сделали. Те которые. Рецензеры. Там кто были. Я все. Их опроверг. Они не правы. Но это очень оценила комиссия. И. Вот. Вышел на это. И у меня отец. Инвалид войны. Большая семья. Мы пролетариаты. Поэтому. Меня направили в органы МВД. Иркутская область. Плишкино. Прорабом. Я там был. Ну. Более трудного времени. Кажется. Не было. Семь месяцев. Ни одного выходного. Ни одного выходного у меня не получалось. Я не знаю. Почему там так работали. Ну. Может быть. Были какие-то. Тогда сидел я за документами. Вот. В две смены почти. Все время. И. Когда меня призвали в армию. Я пошел. Повестка была идти. Там. Я не знаю. Сколько километров. Может быть. 10-15. Пешком в Иркутск. Так я военкома готов был обнять. Что меня берут в армию. В армии трудно. Вот. Для меня армия была. Просто. Отдых. Почему? Ну. Я все время спортом занимался. Стрельбой. Везде. Отлично. Ну. И дальше. Все остальное. Я перехожу уже как бы на другое. Вот. Органы МВД. Я знаю. Люди разные. Разные. Но. К этому добавляю. Но. Милость Божия. Я не опровергаю. Что там кто-то милиционер. Майор. Пострелял людей. Другие там банду организовали. Из своих сотрудников. В Ростовской области. Может быть. Они нас проверяли. Мы были. С нами собакой. Но мы верующие. Напрасно. Бодрствую. Страшивый. Господь не охранит города. И вот. На моем пути встречались именно хорошие. По-настоящему хорошие. Делались с близкими друзьями. Он здесь вот. Начальник УВД края. Генерал майор. Вальков. Владимир Алексеевич. Он приезжал в Потеряевку. Ну. Какие еще отношения. Прокурор края. Генерал лейтенант. Параскун Юрий Федорович. Ну. Это вообще наши были задушевные беседы. В любое время мог к нему прийти. В больницы был посещать. Это вот как-то Бог так делает. Вот. Мэр города. Он как друг мой. Вот. Начальник юстиции. Генерал лейтенант. Проценко. И с ним точно так же. Ну. Понимаете. Это нельзя настроить. Потому что это годами. Они все считают. Хорошее. Плохое. Отношение не меняется. Ректора университетов. Про эти и говорить не надо. Раскланиваются. Обнимают. При всех кланяются. И. Говорят слова. Которые. Я уважаю этого человека. Преклоняюсь перед ним. Как этот. Был. Евстигнеев. Технический университет. 21 тысяча студентов. Это Бог так делает. Располагает. Вот. Приезжала милиция. И женщина видно прокурор. И здесь все. От начала до конца. Вот. Что она. Они хотели. Мы им показали. Она была не в юбке. Мы вынесли юбку. Она надела. И. Это. Прокурор. Ну. Наши правила. Наш дресс-код. И поэтому тут законы. Если бы они сказали. Ну я прокурор. Ты мне указывать будешь. За дверями будешь стоять. И все. А дальше видно будет. Как Наполеон. Бонапарт говорил. Главное вязаться в драку. А там видно будет. Мы не в драку вязываемся. Мы показали. Это наш устав. И они ничего против не сказали. Даже я говорю. У вас губы ярко накрашены. Оботрите немного. Ну такие слова. Прокурору кто говорит. Там. Помощику прокурора. Она все это сделала. То есть. Нормально. Вот вы просмотрите. Ну сделайте замечание под этим роликом. Или как комментарии говорят. Вот я только поставил. Вот уже пять просмотров. Пять здесь. Здесь. Ну больше ничего нету. Здесь. Сегодня не стал больше выставлять. Потому что за неделю у нас богатый был улов. За одну неделю сто два ролика могло быть. Сто пятьдесят гигабайт. Сейчас там выставляю в другом месте. Не здесь. В городских условиях. А я только снимаю замки. Ну и. Самое большое. Наше сокровище. Это. Сайт. Вот он. Сайт наш. Во свете Библии. Библейский православный сайт. Вот все это. Видите как. Ну не доходит. На обновление пошлю. Вот оно выходит. Православный библейский сайт. Православный и библейский. Это не совместимое. Мне все время говорят. Совместимо. А дальше. Во всем этом и фильмы какие есть. Самое ценное. Вот четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по темам. Я утверждаю. Такого в мировой сети нет нигде. И. Вряд ли когда то будет. Во первых. Тут вся моя биография. Это. На основании. Святой Библии семьдесят семь книг. Ответы. Ответы. Которые я давал в университетах. На радио. Милиции. В воинских частях. В школах. В техниках. На заводах. Фабриках. То есть. Считаю. Я был самый востребованный. Из проповедников. Миссионеров. В годы перестройки. Так что. Приезжаю домой. Машины стоят. Машины. Два полковника выходят. Танковых частей. Там. Другие. Танковых. 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 Взятых. Танковых. 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 Вопрос. Я вкладываю. Ответ. Это на основании. Библии. На основании. Святых. Отцов. А это. Худо. Бедно. 300 томов. Я их сам все не прочитал еще. Выборка. Дальше. На основании жития святых. Это все в один ответ вкладываю. Это 1173 жития. И. Каноны. Церкви. 719 правил. Это я когда отвечаю. Отвечаю. Как говорится. Ну. Зная это. Без книг. Отвечаю. В аудитории. То есть. Бог дал мне. Это знание. Вот. Я опять же говорю. Нету этого нигде. А почему? Ну. Нету этого. Я студентам. Допустим. Говорю в университете. Вот этот месяц. Кто там приходит. Буду отвечать. Согласно жития святых. И жития святых. Тогда привожу. Вот. На определенные вопросы. Или один месяц. Говорю. Что. За 300 лет. Говорили поэты. Россия. 300. Поэтов. За 300 лет. Представьте. 300 на 300. И ответ по слову Божией. Что говорят поэты. Это 26 том. А по житиям святых. 7 и 8 том. Открытым оком. Открытым оком. Они вот здесь. Вот. Написаны. Книги. Вот. Все книги. К изданию. Ну. 38 в бумажном варианте. И 7 книг. Которые. Еще в интернете. Издать не могу. Из них 4 книги. Стихов. По 800 страниц. 800 страниц. На каждой странице. Стихотворение. С эпиграфом. 42 строчки. Все заполнены. Все. 800 страниц. 4 тома. До одной строчки заполнены. Ну. Тоже такого. Говорится. Не встретишь. Не лаешь. Это стихи проповеди в стихах. Вот что сегодня я мог бы сказать. Вчерашний день. Рыжковский пруд. От нас далековато. Здесь. Мне надо сейчас замерить. Сколько колесо. На оборот колеса. 665. Оборотов колесо делается. Сколько не считали. Я говорю. Володя. Может 666. Ой. Тут будет. 665. Не хватает одного поворота колеса. Ну колесо сейчас велосипеда замерю. Дорожный велосипед. Вот. И туда мы. Туда. 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 Сюда 4 раза вчера ходили. За день. Сделали все. Экскурсии детей было. Все это вы увидите. И увидите что глупости нам заниматься некогда. Некогда. Сегодня мы идем на другой пруд. Который уже сделанный. Но воду мы не можем поднять. Посередине. Сток воды. Его надо заделать. Бетонный. Он 20 лет стоит. Нормально работает. Но как заделать. Будем думать. Чтобы поднять воду дальше. Где мы уже сделали. Другие спуски. Ну и первый. Тут называется мостик. Не знаем еще пока как. Где брать материал. Сыпать. Гальку. Нанимать кран. Блоки вести. Опускать выл. Вообще. И думал я там кому то что то ответить. Нет этого. Вот. Возвращаюсь когда к этому. События нашего дня. События мировые. Вы знаете. Нашего. Конкретного дня. Вот полиция. Милиция. Там как назвать ее. Звонит. Практически. Каждый день. Он знает. Как у вас дела. Я что должен сказать. Да пошел ты. Безумие же было бы. Еще ради то. Звонит человек. Случай. Чувствуется просто мягкость. В голосе. Я говорю. Да все нормально. А сколько ребятишек. Сейчас 15. Ну я буду таить. 15. Ну подъезжают еще. Сказали так. Мы не знаем. Подъедут. Нет. Я им все это объясняю. Ну. Попутно скажу. Что воскресенье. На лодках катались. Смотрели фильмы. Вот. Их интересует. Может быть это. Но они то видят нашу открытость. Тем более мы выставляем столько роликов. И поэтому. Я Богу благодарен. За то. Что есть. Те кто охраняет порядок. Я им сказал. Нам теперь. Удобно. Если какие то неурядицы. Бывает такое там. Ну неизвестно кто нападает. Ну у меня телефоны ваши есть. Я сразу позвоню. Хорошо. Ну до свидания. Вот. Весь наш разговор. Они ни одного лишнего слова не говорят. Сделали запрос. Я не знаю там. Как называют. Отдел по учебе. И мы сразу. Позвонили чьи дети. Чтобы они доставили сюда документ. Что добровольно отдали детей. Ну и проще. Вот теперь дальше. Немножко еще. С этого. Со скайпа. Михаил Батугин. Вот. Пишет. Ну я не знаю. Вам видно будет или нету. Вот. Остальное. Ну я это писал. Наверное. Говорил. Вот. Он мне писал. Игнатий Тихонович. Мир вам. Почему Тимофей попросил забрать его из лагеря. Побыстрее. Почему. Боится что приедет в милиции. Его заберет или еще что. Ну. Мамина это. Работа. Его до этого не было. Пацан исправляется. И вдруг. Такое говорит. Почему. Больше телефона я ему не даю. И не звоните. Вообще не будет звонка. Ни одного. Потому что дурно воспользовались. Почему я и против этих звонков. А я даю. Она хоть сколько с ним говорит. Что она говорит. Я не знаю. И не слышу. Но после этого он. Вот такой стал сразу. То есть. Ребенок 9 лет. Ну. Я отвечаю. Потому что он уже понимает свою ложную выгоду. И всей этой свистопляски вокруг него. Халву с трех сторон. Полон рот до верхней губы. И что значит могут слова девятилетнего ребенка для отца. Когда он показывает капризы. Вот он. Ребенок отцу показывает. Ребенок не хочет за собой убрать. И что. Не хочет идти в школу. Не желает рано вставать. И что. Ну это все. Кажется я уже говорил. Дальше. Он отвечает. Спаси Христос. Это Михаил. Отец его. За такой. Емкий ответ. Мы договорились. Что Тимофей. Едет в лагерь на один месяц. И что я приеду за ним к 10 июля. У меня такое чувство. Что если с вами вдвоем. Видимо вдвоем. Помолиться. То многое в моей жизни изменится. Видите как. Отношение к молитве. Мы молимся Михаил. Чтобы взять обратный билет. Нужен номер свидетельства о рождении. А копии нет. Обратный билет. Номер свидетельства о рождении. Вот не забыть бы. Только спросить его. И потом может отвечу. На все ролики. Которые выставлены на данный момент. Тимофей очень часто чешется. Чешется. При этом. Все воспитатели. И ребятишки. В куртках. Особенно по утрам. Один. Тимо. Тимофей. 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 Это было сказано. Он не надевает. Он не надевает. Лишние двое брюк. Среди жары. Я подсказал. Ну ты одни брюки-то сними. Это же не зима где-то. А днем тебя утром. Когда кто как одетый. Как одетый. Их сами одеваются. Ребенку девять лет. Если кусается на день. Никому не запрещается. Ну если все в куртках. Это означает что. Тимофея мы желаем выставить голым. Нет Михаил. Это он сам. И надевать на него насильно я ничего не буду. Значит ему это как раз и надо. Доктор прописал. Ну а дальше что. Вот это в скайпе. Больше ничего и нету. Все на этом. Благодарю всех за внимание. Аллилуйя. Благодарю.